Здорово, дорогие наши лоры-палнеры! Вас приветствует подкаст «Дневники лоры-палны» от студии «Терминвокс». Я Мить Лебедев. А я Маша Погребняк, как всегда, с рассказами про маньяков, про серийных убийц, про криминал, а еще с нытьем, с агрессией. Да, с тем, что неприятно слушать все еще, как устали друг от друга ведущие, со срачами за совок. Короче, ничего нового. Абсолютно, да. Ну что ж, друзья, честно вам давайте признаемся. Вот то, что вы сейчас слушаете и, возможно, продолжите слушать, да? Спасибо вам заранее. Да, желательно, да. Это небольшой такой подарок из прошлого. Такая капсула времени, только в звуке. А именно аж из 2023 года. Как вы там, потомки? Как это было давно! Что у вас там в будущем, да? Почему потомки? Предки? Нет, предки — это мы, которые из прошлого года в будущее отправляют. Я поняла, у меня просто... Да, знаете, мы все рассчитали, все разложили, все записи запланировали. Завидите, я же не в состоянии разговаривать. Все сценарии подготовили почти, чтобы спокойно доделать сезон заранее и сезон и все необходимое. И уйти в отпуск, чтобы мы с Митенькой отдохнули. Ну, разумеется, по отдельности. Не видели бы друг друга. Не вместе отдохнули, а то жена. Ну да, разумеется. А у меня кот, знаешь, он тоже... Жена и кот. Делаем все, чтобы их не расстроить. Причем, как бы, это же отпуск, так, на минуточку, первый почти за год, по-моему. Ну, полноценный так уж точно, да? Ну, если 2024 год, то да, первый полноценный за год. Прекрасно, Мария, восхитительно. Но я не помню, ты вообще когда отдыхала? Вот последний раз прям так, чтобы вот прям отдохнуть, так отдохнуть. Ну... Ну, вот именно, да, как бы. На вопрос, когда у тебя был отпуск, ты задумываешься, этот красный флаг похлеще, чем у Ленина, да? Слушай, учитывая, что мы пишем сейчас заранее, но мы не будем говорить вам, когда. Вот, в целом, у меня впереди отпуск, но на момент выхода этой записи он будет в процессе, получается, да. Да, в принципе, у меня... Так что я, возможно, прямо сейчас отдыхаю. Я шлю привет Маше из будущего. Машенька, отдыхай, лежи, ничего не делай, пожалуйста. Да, да, ну, у меня отпуск пройдет на этот момент, но, тем не менее, он будет очень короткий, и он будет с тремя детьми, что, в принципе... Ну, это отдых от работы, с другой стороны. Так вот, и мы перед отпуском специально все запланировали, все было классно, все замечательно, но в наши планы подло и коварно вмешались какие-то лютые совершенно простудифилисы со всех сторон. И вот, значит, мы, Маша и Митя, гриппозные, температурищие, сапатые, отвратительные, с садящимися голосами, мы поняли, что мы тупо не вывозим. О, да, о, да, о, да. И вот этот вот эпизод, это открытая запись из Москвы, это, между прочим, крупнейшее мероприятие за всю историю Лоры Павловны. 600 человек, простите, они все рукоплескали, и даже в какой-то момент... А, ну, вы все услышите, да. И даже в какой-то момент авоцировали, получается, да. И мы вот эту вот штуку, мы так хотели приберечь ее на сладкое, оставить на какой-нибудь межсезонье, чтобы вдруг вам было бы нескучно нас ждать, а вот пока, пока его приберегаем, мы побаловали бы вас в конце как раз сезона классическими, излюбленными, кайфовыми, маньяческими историями. Но как-то вот получается как... Нитенька, ну ты что? Ну ты что расстроился, сидишь такой расстроенный. Да ну что? Ну, слушай, мы и так радуем слушателей тем, что вообще живем и разговариваем. Скажите спасибо, что вы выходите. Вообще-то. Теми самыми историями. Та самая Лора Павловна. Ну как бы, а в чем проблема-то? Мы такие же. Вот я взял, может быть, это во мне говорят, как это, остаточные симптомы, но я бы подзагнался, если честно. Какая-то ответственность взыграла. Я вот просто смотрю на нашу эту релизную линейку, и я такой, да. А релизный транспортир, может быть, ты на него посмотришь лучше? Релизная офицерская линейка еще есть, охренительная, с самолетиками. Ладно, для чего ты смотришь на линейку? Не, ну что это такое? Ну третья неделя подряд народ слушает открытые записи, а некоторые подписчики так вообще два раза подряд слушают одно и то же примерно, ну не считая вот этой вот великолепной подводки, да? А вдруг подподписчики как раз-таки заскучают? А вдруг основная аудитория взгруснет? А вдруг нас закидают калом в комментариях? Вы меня прекрасно знаете, дорогие друзья. Я отлично отношусь к хейту. Да, Митя обожает хейт. Да, к хейту неправомерному. Нам вот буквально на этой записи написал кто-то в комментариях. Я сидел и очень сердито отвечал, но в рабочем чате, потому что в лицо, сколько сказать, даже в интернете я трус. Короче, да, дело не в хейте, на самом-то деле. Тут такое вот легкое, легчайшее ощущение того, что мы вас, дорогие наши лоры-палнеры, подвели в чем-то. Мы не занесли того самого классного и кайфового под конец сезона. Так, я бурлю. Я бурлю, потому что я не согласна категорически. Ну, как бы, что была бы ты со мной согласна когда-нибудь. Да, не было бы подкаста. Значит, мы регулярно радуем всех не только контентом, но и мероприятиями, на которые мы тратим огромное количество ресурсов и сил вообще-то. И не только своих собственных, но и студийных. А что касается манической классики, трукрайм шире и интереснее, чем серийники. Мы растем, мы развиваемся. Но я надеюсь, что мы все-таки не деградируем. Я в шире растуха. Да я тоже. Ну, в целом, нам, конечно, пишут, что Лора Павловна уже не там. Ну и пишите. В целом, мы меняемся. Наш взгляд на контент и сам проект тоже меняется. И чтобы контент был качественным, чтобы он увлекал, нам должно быть интересно, как мне кажется, самим прежде всего. Иначе мы так не расскажем классно. И вообще, Мить, мы никогда, никогда не устроим всех и каждого. Причем сознательно. Нет, нет, просто так жизнь устроена. Даже если мы будем фигачить исключительно маньяков, да. Аудитория разнородная. Аудитория непредсказуемая. Кто-то всегда хейтит, кто-то всегда скучает. Это нормально. Чужие ожидания всего лишь чужие ожидания. Ваша проблема — это ваша проблема. Я считаю, именно надо быть верным себе, а не другим. Понятно, без фанатизма других тоже учитываем. Но в меру, но в меру. Поиск баланса между своими потребностями и потребностями других — это серьезнейшая тема, которую я прорабатываю в терапии. И она меня... Я поэтому бурлю, потому что то, о чем ты говоришь, там, подвести. Я такая, да нет, 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 я и так делаю вообще максимум из возможного. Ну и раз уж мы заговорили про терапию, кому, как и не мне, а полагету ментального здоровья, подкаста Дени Киллорова Павловна, вспомнить про крупнейшего в России онлайн-сервис подбора и видеоконсультации с психологами, ясно? Наших больших друзей, которые уже в который раз поддерживают выход дневников Лоры Павловны. Этот эпизод поддерживают в частности. И мы не устаем рекомендовать, ясно, всем нуждающимся и желающим. Конечно, и благодарим их отдельно, потому что больше трех с половиной тысяч терапевтов, каждый из которых прошел тщательнейший отбор и доказал свою высокую квалификацию, все они готовы оказать помощь. И вот уже за шесть лет на рынке они провели больше двух миллионов сессий. Удобный, понятный сервис, который в целом можно освоить даже неуверенным пользователям интернета, вот он, собственно, позволяет настроить каждую сессию и весь процесс терапии под свои индивидуальные нужды. Например, поставить напоминание, и вам обязательно сообщат, что встреча грядет. Сначала за 24 часа, потом за 59 минут до нее. Но это вот, чтобы исключить дополнительную тревожность из разряда «Ой, я же забыл, как же так?». Ну, еще один момент, крайне занятный и крайне положительный, на мой взгляд. За 12 часов до сессии у вас со счета спишутся деньги за консультацию. Позвольте, скажете вы, а где же тут положительные? Я стал беднее. А это вот, чтобы не было соблазна пропустить и сказать, ну, слушайте, давайте как-нибудь это самое потом, я сегодня не в настроении, может быть, на неделе, на следующей, давайте в следующем году, до встречи никогда после праздников и так далее. А так, во-первых, как бы уплочено, и земноводное асфиксирует. А что это значит? Жаба душит, мать. Земноводное асфиксирует. Хорошо. Ну и... Боже, смешно. Да, значит, терапия — это тоже работа. Так что автоматическая заблаговременная оплата — это и уважение к специалисту, и дополнительный стимул вам работать над собой. Терапия — это тоже работа не для терапевта, а для вас, да, видимо? Везде работа, Митя. Правильно. Нигде не отдохнешь! Вот, тем более результат стоит того. И, конечно же, все индивидуально, и посчитать успех терапии сложно, но в среднем по больнице почти 81% пользователей ясно говорят, что видят положительный эффект уже после пятой сессии. И по традиции записывайте промокод LORA PALNA, большие буквы в одно слово латиницей, и вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. Промокод и все необходимые ссылочки мы оставим в описании. Три раза подрат открытая запись? Ну, ясно. Чего тебе ясно? Иди в сервис «Ясно». Ой, а я думала, это мы вдвоем отыграем. Ну, ладно. Ну, вообще смешно. Молодец, молодец. Митя просто обленелся с этими... Да, тебе полечало. Ну, может быть, да. Короче, а ладно, а что, пишите в комментариях, знаете что? Пишите в комментариях самое отборное. Все, все, все. Как вы ненавидите нас за то, что мы вот так вот поступили, как поступили. Да, вот мы будем такие, значит, мы из прошлого. Я перестала читать комментарии, поэтому мне... А вот я из прошлого, больной, сопливый, с голосом, который вот прямо сейчас пойдет, через пять минут нахрен, я буду это все читать и такой, а, да, давайте еще буду обмазываться несвежими комментариями и плакать. Все, я больше ничего не могу, я больше не вывожу, не хочу ничего решать, не ничего писать, хочу в отпуск. И вон то розовое плачево. Слушай, тебе пойдет, Митя. Ну, естественно, но... Боже мой, ты знаешь, я тебе не рассказывала, я тебе не рассказывала, но мне очень нравится, когда мужчины на каблуках ходят. Все, 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 абсолютно. Это нормально. Заказайте, да, по-моему, была такая хорошая группа. А в чем проблема? У них такие икры мощные. Так, ладно, хорошо. Что, что, что сказать-то? А, сказать-то что? Ты уже, в общем-то, все сказал, и мы все сказали. Значит, московская открытая запись, прямиком из культурного центра ЗИЛ, мы рассказали пару историй, ну и сейчас мы их снова расскажем. А, подожди, мы даже будем рассказывать, о чем мы будем рассказывать, так что... А кому вообще нужна была эта подводка? Правильно, нам. Нам, нам, нам. Ну и вам тоже, в принципе, да, вдруг вам мало наших замечательных голосов. Конечно, мы любим говорить с вами. Собственно, да, короткое и быстрое, как пуля, вступление. Давайте сделаем еще быстрее. Короче, поехали. Ну, привет, дорогие. Здорово, Лора Пауниры. Ой, кайф какой. Так, кто кричал дедушка Митя прямо сейчас? И бабушка Маша. Блин, так неудобно, я практически вас не вижу. Но мы вас слышим, если что. Да, поаплодируйте, пожалуйста, еще раз. Мы немножко нервничаем. Кайф какой, а. Слушайте, какое счастье у вас всех тут видеть. Так, слушайте, это самое. Давайте, что ли... Вспомним, кто мы. Знакомиться, если вдруг кто не знает. Мы подкаст Дневники Лоры Павловны от студии Термин Вокс. Меня зовут Маша Погребняк. А я Митя Лебедев, получается. Он же дедушка Митя. Да, и это открытая запись, последняя в этом 2023 уходящем году. И это, что немаловажно, самая масштабная, самая большая, прибольшая запись за все время существования подкастов. Никогда так не было. Вас много, дорогих Лора Павловна. Посмотрите друг на друга, если вы себя видите. Эти аплодисменты вам, да. Собственно, да. Полтысячи человек, а то и больше, по-моему, даже. Я своему другу написала, что у нас будет больше 600 человек на записи. Он мне написал, типа, на матче торпеда так не приходит много людей. Дневники Лоры Павловны, мы популярнее торпеда, да. Считаю, что это успех. На самом деле, мы в студии достаточно осторожно к этому подступались. Мы сильно переживали, все-таки зал большой. Но много людей пришло. Все пришли на фан-встречу. А вдруг никто не придет на фан-встречу. Да, отдельная, на самом деле, моя любовь и восторг, что мы находимся именно в этом здании, в культурном центре ЗИЛ. И это шедевр конструктивизма, который построен в 30-х годах по принципам великого лекарь Бюзье. И это реально восторг, что я сижу здесь и вижу вас, вижу Митю. Митя, Маша! О чем мы сегодня будем разговаривать? Скажи, пожалуйста. Да, мы же типа как бы не просто так сегодня здесь собрались. Действительно, открытая запись это. Нынче у нас будет носить самый, что ни на есть, зимний характер. Ну да, мы хотим все-таки, чтобы это было нечто такое, ну, нестандартное, новогоднее или околоновогоднее и симпатичное. Потому что полный жингл-белл, что называется, традиция, дело великое. Мы, кажется, уже который год с Лорой Павловной вместе делаем что-то вот новогоднее, околоновогоднее, предновогоднее, постновогоднее. И каждый раз говорим, было бы, наверное, здорово найти что-нибудь вот эдакое, что-нибудь любопытное для ваших обожающих true crime ушек, что-нибудь такое вроде снеговика, товарища Несбё, который, значит, раз в год именно под Рождество, под Новый год, с первым снегом, творит свои страшные вещи, но нет, мы не находим. Но нет, сегодня у нас никто особо страшных вещей творить не будет, но немножечко страшные такие, страшненькие, как вот Митя сказал, для ваших true crime ушек. Я бы сказала, сегодня очень нежный, нежный выпуск. И, к счастью, действительно, такие персонажи типа снеговика Несбё обитают на страницах романов. И тех, кто охотится на кого-то только в Рождество, раз в год под бой курантов, обязательно 1 января или 31 декабря, таких, к счастью, меньшинство или практически нет. Практически нет, поэтому мы с вами без контента сидим кукуем. Как-то я в каком-то выпуске тоже предновогоднем говорила, что в январе обычно возрастает количество преступлений, совершенных на бытовой почве. Но сегодня я об этом говорить не буду. Сделаем вид, что всё хорошо. Собственно, не устаем повторять, что криминал многогранен, а потому и не исчерпаем, стало быть. И по этому поводу что-нибудь да найдётся нам сегодня с вами поговорить. Мы искали, искали, как говорит моя бабушка, мы скребли по сусекам, и мы таки нашли. Давайте смотреть. Приступаем. Уходящий 2010 год. Строительный гипермаркет на окраине Новосибирска готовится к закрытию. Последние дни, как и всегда в конце года, напоминают коллективное безумие. Люди сметают с полок всё. Кассиры еле успевают пробивать товары. Отдел упаковки полным составом нервно курит, кажется, впервые за день. Инструменты, рамки для фотографий, ёлки и всё кому-то в подарок. Завтра и послезавтра будет, к сожалению, то же самое. Единственное, что радует в этой ситуации, это прибыль. И теперь в небольшой подсобке две кассирши пересчитывают купюры, чтобы уложить всё в специальную тару и отправить в банк. Инкассатор должен приехать уже скоро. В суматохе никто не обращает внимания на одного посетителя, хотя совсем не заметить его было бы пропросту невозможно. В гипермаркет вальяжно заходит Дед Мороз. Синий халат до пола, окладистая синтетическая борода, посох и большой мешок. Пустой. Сотрудники в полголоса шутят, видать, за подарками к нам пришёл. А зимний волшебник тем временем проходит через торговый зал, минует складские помещения и заходит в ту самую подсобку. Непонимание кассир сменяется улыбкой. Наверное, кто-то из своих пошутить решил. А затем глаза их наполняются ужасом. Из-за пазухи халата незнакомый Дед Мороз достаёт травматический пистолет и требует бабки в мешок, живо! И вот волшебник с мешком денег бежит из магазина. За ним охрана. Дедушка отстреливается от погони. Мешок рвётся, и купюры рассыпаются по снегу. Дед безуспешно пытается собрать деньги, потом снова бросается бежать. Но случайно оказавшийся рядом наряд полиции задерживает красноносого грабителя. Выяснилось, что администратор магазина подговорил друга вынести наличку. Несколько миллионов. И 800 тысяч из них он потерял по дороге. Для него новогоднего чуда не произошло. А 12 лет спустя на другой стороне земли готовятся провожать уже 2022 год. Лима, столица Перу, хоть и не особо холодное место, но и здесь любят зимнее волшебство. Вот и теперь по узкой улочке в самом сердце трущоб весело шагает Санта-Клаус, собственной персоной. А с ним пара его волшебных помощников-эльфов. Все в красных колпачках, в костюмах, с румяными щечками и, конечно же, с радостью на лицах. Правда, едва им стоит дойти до неприметной коричневой двери с рождественским эльфом. Как лица у процессии Северного полюса меняются. Ни следа былого веселья, только серьезная сосредоточенность. Одна из эльфиек Санты крепче берет в руки пестрый рождественский молот и выбивает дверь. Остальные персонажи бросаются внутрь. Там несколько человек сомнительной наружности, и они явно не понимают, что происходит. Осознание приходит лишь, когда Санта валит главного из них на землю и заковывает в наручники. Банду розничных наркоторговцев пытались поймать уже давно, но каждый раз оперативники в полном обмундировании спугивали осторожных дельцов. А во время рождественских праздников оказалось куда проще затеряться в толпе в костюмах Санты. И теперь еще четверым бандитам придется обмениваться подарками уже за решенкой. И для них новогоднего чуда не произошло. Поаплодируйте, Митя. Ты что, смущаетесь? Приятно, дедуля. Слушай, я заметила, что ты в последнее время взял моду в разных специальных выпусках обозревать не только то, о чем мы будем говорить, но и что-то еще. Почему ты так делаешь? Потому что, вот смотрите, две замечательные совершенно истории про грабителей из Новосибирска в костюме Деда Мороза и про вот эту вот опергруппу Северного полюса. В принципе, рассказывать там больше не о чем. Но красиво же, чтобы совсем не упомянуть. Поэтому, как бы, да, моду взял. Ну, как бы, не без этого. Мы делали примерно так же, если кто слушал и слышал до этого в выпусках про непойманных маньяков, про безвременно погибших музыкантов. Даже когда делали открытую запись про киллеров в Новосибирске, как раз откуда родом Дедушка Мороз грабитель. И здесь, как бы, то же самое. Традиции. Дело великое. Ну, мы расскажем что-то еще, разумеется. Естественно, да. Да. И сегодня у нас на повестке дня для вас целых две истории. И обе, как мы уже сказали, с таким зимним флером. Да. Сразу, наверное, признаемся. У нас, как бы, не было сомнений, что истории надо брать не прям вот классические ваши любимые, как вы в комментариях там пишете, да? А где мокруха? А где кровища? А где мерзости? Нет. Во-первых, потому что... Мне не подо что готовить вечером. Мне скучно. Я плохо засыпаю, если все не так страшно. Если все живы остались. Абсолютно. Ну, потому что, во-первых, как бы настроение карнавал, ожидание чуда там, вот это вот. Все хочется закуклиться, затеплиться, там, порадоваться, посмеяться, поуютиться, возможно. Но я сейчас хочу раскрыть одну твою маленькую тайну. Я знаю, почему Митя так уповал, вернее, увещевал. Забыла слово, неважно. Короче, уговаривал нас взять лайтовую историю. У тебя есть шкурный интерес, я знаю. Расскажи. А, ты про это, да, друзья? Шкурный немножечко интерес. Это открытая запись, это первое публичное мероприятие Лоры Павловны, на которое мне удалось затащить маму. Так что... А-а-а. Да. За все эти годы мама послушала один-единственный эпизод нашего подкаста, и то он был флудовыпуск. Поэтому как бы логично. На самом деле я чувствую, как Митя немножко напряжен. Как будто, когда ты пригласил кого-то в гости, и хочешь, чтобы человек рядом вел себя прилично. А ты можешь нормально как-то, у меня родители. Я заранее прошу прощения у мамы Мити, если она здесь видит нас. Я нормальная, если что, приличная девка, все окей. А тут я бессилен, поэтому как пойдет. Но мы, кстати, рады любой маме в рядах наших слушательниц, как правило. Это очень трогательно, когда к нам приходят с мамами. Я подсадила свою маму на ваш подкаст, и я такая... Я всегда счастлив, да, правда. Господь. Так вот, да, истории. Мы будем улыбаться, надеюсь, смеяться, как-то курьезничать, каламбурничать, всякую ерунду. Даже угорать. Да, хохотать. По традиции, чтобы, собственно, совсем вас не обламывать по тематике, одна история будет происходить в Сочельник. Оно, собственно, много где и называется рождественская история. А другая произойдет, получается, незадолго до Рождества. Но только вот разница небольшая в том, что первая будет происходить уже в январе, а вторая еще в декабре. Такая вот история. И да, и обе, насколько я помню, около века назад. Да, получается так. У вас там, здесь вам не тут, здесь вам не там, но, в общем, как обычно. Я так понимаю, что ты сегодня, как любящий вот эти вот все традиции, уступил мне право. Меня вынудили. Мария, хорошо, договорились. Мария, вам слово. Погнали. Перемещаемся в Москву 100-летней давности, а именно в 1919 год. Никакого культурного центра ЗИЛ еще не было. На его месте располагался некрополь Симонова монастыря. Возможно, одну из сохранившихся башен вы могли видеть по пути. Монастырь, кстати, был основан аж в 14 веке, был одним из самых богатых и крупных в Москве. Тут хоронили видных людей, поэтов, писателей, музыкантов, царских сподвижников, разных дворян. И какие-то останки перевезли на Новодевичье кладбище. И, собственно, перезахоронили в 30-е годы, когда некрополь разорили большевики. И часть еще в 90-е во время строительных работ. Меня так безумно радует вот эта вот история. Чисто мем. Митя, давайте будем радоваться и веселиться. Маша. А, между прочим, мы записываемся на месте старого кладбища. Так, на минуточку. Ну, это же история. История. Ладно. 1919 год. Времечко было, прямо скажем, мрачновато. Никакого интернета, мемов, тыквенного лата, самокатов, подкастов, опять же. Москва не та. Да, доставщиков не было. Собянина не было. И прочих прелестей цивилизации. В разгаре, вообще-то, была гражданская война. А это холод, голод, эпидемии, карточная система распределения продовольствия, черный рынок, нехват кадров и другие малоприятные реалии. А еще... Не до перекладки плитки, собственно. Да, плитки не было, я думаю, в принципе, как факта. А еще было военное положение и постоянная мобилизация. Потому что Москва была не только стратегически важным объектом, но еще и крупнейшим военным лагерем, в котором концентрировалась большая часть дивизий Красной Армии. Это были темные времена и темные в буквальном смысле, потому что в Москве практически отсутствовало уличное освещение. Во время революции многие фонарные столбы спилили, чтобы строить баррикады, а в годы Гражданской войны их использовали для отапливания помещений, чтобы хоть как-то согреться. Подожди, а лампочка Ильича без геморроя, паралича, да? Или еще рановато, да? Как бы геморроя рановато иметь, нам еще 30 с чем-то. Самое время готовить, да. И вообще не спойлери про Ильича, про лампочку тоже не спойлери, но в целом, да, массовая электрификация Советской России начнется только в 20-х. Если что, Ленин никакого отношения к запретению этой лампочки накаливания не имел, просто при нем они стали распространяться. И как бы выражение лампочка Ильича было мемом того времени. То есть что, и метро он тоже не строил? Иди мне, Ленин. Нет, ну к метро он имеет, разумеется, отношения. Но в целом, Ленин тоже немножко мем, и он еще немножко жив. И немножко гриб. Немножко гриб, да. Старые мемации. А вот это вот я слышу, да, нормально. Да, в общем, к слову, знаете, я еще вспомнила, когда готовилась про разные выражения. В те времена появилось словосочетание «старый Новый год». Если честно, оно до сих пор взрывает мне мозг. А дело в том, что, ну может быть, кто-то вдруг не знает, большевики поменяли календарь. То есть царская Россия жила по юлианскому календарю, а советская стала жить по грегрианскому. Разница там в две недели буквально. И вот 14 января по новому стилю соответствует первому января по старому. И поэтому у нас два новых года. Новый-новый грегрианский и старый-новый юлианский. В общем, нет поводов, чтобы не отпраздновать. Да, и кстати, на моей малой родине есть совершенно очаровательная традиция, я ее очень люблю, лепить на старый Новый год вареньки с предсказаниями. Это такое гадание, которое распространено в основном на юге России и в Украине, и на севере, и в центральной России мало кто про него знает. Это типа как печеньки вот эти китайские, только на китайский Новый год, а это получается вареньки только на старый. Нет, нет, то есть там не бумажки с глубокими там цитатами из ВКонтакте, которые ты там буквы смоешь. А там всякие разные символические штуки, съедобные, не очень съедобные, но из съедобного и банального это сахар, сладкая жизнь, соль, соленая жизнь, ну там слезы, ссоры и говно. Перец это, извините. Мама в зале. Извините, мама. Перец это острое ощущение. Потом там кладут, например, фасоль. Это значит, что ты родишь. Так что если вдруг вы вытащили фасоль, опасайтесь. Вы подумаете, какая связь? Да. Я даже не очень понимаю. Лавровый лист это успех. Ну, понятно, потому что ты положил лавровый лист в суп и это успех. Не знаю. Ну, понятно, это лавровый венок. Потом еще есть изюм, это соблазн. На самом деле вариации там огромное количество разных. Пуговица к походу к донтисту, получается. Вот, смотри, да. Верная примета, между прочим. И это было самое стрёмное, потому что в моем детстве туда клали всякое разное несъедобное. Монеты. Ну, то есть ты ешь монету. Ну, ты не ешь, разумеется, ее. Попробовать на зубок, да. Да, аккуратно. Потом пуговицы клали, колечко. Ну, естественно, колечко к чему? К свадьбе. Нитки — это дорога, пуговицы к обновке и так далее. Ну, я, честно говоря, в предсказания не верю. И, в принципе, я достаточно циничная тварь. После таких эмоциональных качелей кулинарных в детстве, я думаю, да, волей-неволей задумаешься. Но одно предсказание, вы знаете, сбылось. В 2018, в январе, мне попался то ли виноград, то ли клюква. И это значило крутые перемены и насыщенную жизнь. Через месяц у меня начался головокружительный роман. Еще через несколько месяцев я переехала к своему любимому человеку в Москву. А недавно с ним рассталась. Все кончилось. Но было интересно. Вот такие вот вареники получаются. Такие вот пироги. Такие пироги, да. Да, жизнь продолжается. Моя история тоже продолжается. Как это кстати? Митя, как ты думаешь, что еще происходило в столице образца 1919 года? Пандитизм. Преступность. Да, да, да. Разгул преступности, который был спровоцирован революцией. Ну, я помню, да, ты рассказывал, собственно, это амнистия. Причем первая еще от старщика Керенского, да, когда... Что за Керенский? Керенский, не знаю почему, да. Мы в одном из выпусков рассказывали точно, там 100 тысяч преступников вышло. Даже больше. Хотели выпустить жертв царизма, а выпустили всяких хуркоганов. Вот, собственно, они и пошли. Ну, не только. Да. Подробнее, кстати говоря, мы об этом рассказываем действительно в выпуске. Гастролер, он про советские банды 20-х. Выпуск доступен, кстати говоря, под подпиской, которую вы можете оформить на сайте приложения SoundStream, на Boosty, в Патреоне, в Акадонат и Apple подкастах. Это на всякий случай. Вдруг здесь есть люди, у которых нет подписки. Она вам нужна очень. Если вдруг здесь остались... Все подподписочники, да. Прям все. Поднимите руки, у вас есть подписка. Я просто плохо вижу. Ну, лес рук. Какое счастье, а. Ладно. В общем, спасибо большое. Пусть всех видно будет, да. Спасибо вам. Правда, большое спасибо. Да, преступность в Москве выросла раза в три. И в 1919 году за безопасность в новой стране отвечала такая организация, которая называлась Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Сокращенно, ВЧК, не путать с ЧВК, ЧГК и ГКЧП. Слишком много странных. ВЧК. Аббревиатур. И, собственно, эта аббревиатура породила словечко чекист, а сама комиссия потом трансформировалась в печально известный НКВД. Короче, одним из создателей и руководителей ВЧК был революционер Яков Петерс. И ситуация с московской преступностью в начале января 1919 года казалась ему довольно тревожной. Цитата из книги Михаила Кубеева «Налетчики». Оперативная обстановка в городе, как докладывали Петерсу, становилась угрожающей. Громили магазины, винные склады, совершали налеты на квартиры, грабили жителей. И даже районные комиссариаты милиции, куда внезапно врывались и, угрожая бомбами и пистолетами, отбирали у милиционеров оружие. А потом безжалостно расстреливали их. Так действовали уже целые бандитские формирования, которых в Москве насчитывалось в 1919 году примерно два десятка. Особенной дерзостью отличались банда кошельков, руководимая неким Яковом Кузнецовым по кличке Кошелек, и банда Сабана, Сафронова Николая Михайловича. Эти матерые налетчики выбирали либо банки, либо богатые рестораны. Короче, искали места, где собирались люди состоятельные. Бандиты вламывались и в государственные учреждения, укладывали персонал на пол, забирали все маломальски ценное, иногда расстреливали всех подряд. Котылек, котылек. Котылек, да. Яков Кузнецов, он же Кошелек, он же Король, он же Янька, он же Неуловимый, он же Шустрый и так далее. Он же Гога, он же Жора, да. Один из героев моей истории. Он родился в 1890 году в семье Каторжника, приговоренного к бессрочной ссылке в Сибирь за разбойные нападения. И как бы другой жизни и другого контекста, кроме преступного, у Якова не было с самого детства. Он стал воровать еще подростком, начинал рядовым карманником на хитровке. В 23 года его уже поставили на учет как опытного вора-домушника. И ко времени революции Кошелек несколько раз побывал в тюрьме. По некоторым данным, у него было 10 судимостей. Ну и в конце концов, он тоже оказался на каторге в Сибири. Он, получается, пошел не по этапу, и не только по этапу, а еще и по стопам отца. Так, выходит. Ну да, ну да. Но Якова повезло, потому что он попал под ту самую амнистию Керенского и вернулся в Москву. Полной решимости сколотить банду. Ну и как бы, что мы имеем? Мы имеем слом эпох, хаос, дезорганизованность молодой советской власти. Вот все вот это, как бы Кошелька вдохновляет на новые силы. Ну вернее, на чего, ну неважно. Вдохновляет, короче говоря. На свершение, получается. На свершение, да. Дезорганизованность власти и организованность преступности, получается. Да, бинго, бинго. Баланс. И он становится жестоким, очень. Он не ограничивает с ограблениями. Он убивает, он насилует. И сначала в банде Кошелька было человек 20. Потом она разрослась до сотни. Ну как бы на пике. И это была вполне себе ОПГ со своей иерархией, правилами. И орудовала группировка по большей части в Сокольниках. Такой был достаточно опасный район тогда. И эта банда регулярно нападала на правоохранителей. Нередко их убивала, завладевала формой, документами и так далее. И эти украденные корочки, кошелек и его присны, использовали как входной билет в разные казенные учреждения. Например, однажды они пришли такие на ювелирную фабрику, сказали, здрасте, здрасте, мы милиционеры. И под видом власть имущих изъяли 3 фунта золота, 3,5 фунта платины и 25 тысяч рублей. Успех, успех. Неплохо. Да, другой пример. Банда проникла в банк на покровке и конфисковала 100 тысяч рублей. Это по тем временам были колоссальнейшие деньги. Ну да, как бы. А какого размера кошелек должен быть у кошелька, чтобы вместить все вот это вот? Извините. Не, ну вообще, он же, ну это дерзость и дикость и бесстрашие лютые. Абсолютно. Потому что нападать на правоохранителей, особенно в те времена, когда не ЧВК, а ВЧК, да, ЧКисты, короче, когда они получают власть практически неограниченную, это страшное дело. Это самый безумный народ на это только соглашался. А там на самом деле была дикая неразбериха, непонятно, кто был властью. То есть это было что-то совершенно хаотичное и малопонятное. Кто первый картуз нацепил черный, у кого, кто первый наган взял, того и тапки. Да, и Яков вел себя довольно агрессивно, он ходил вооруженный до зубов, весь из себя. Все из него торчало, ну вернее, разное оружие из него торчало, он его очень любил. Он, конечно, осознавал, что ведет себя достаточно дерзко, он понимал, что он как бы ходит по лезвию бритвы, но ничего страшного, казалось, ему не произойдет с ним. И вот в 1918 году кошелек поехал в Вязьму, это Смоленская область, на бандитскую свадьбу. И там его таки схватили местные чекисты и этапировали в Москву. И вот Яков с конвоирами приезжают на белорусский вокзал. К ним подходит по одной версии какая-то старушка, по другой торговец с предложением подать хлеба арестованному. Конвоиры неизвестно почему соглашаются. Компания добирается до Мясницкой. И недалеко от знаменитого здания на Лубянке, куда позже переедет весь центральный аппарат ВЧК, кошелек разламывает буханку, достает оттуда браунинг, стреляет в конвоиров. Один погиб, другой ранен и убегает. Пара-пара-пам-пам. Все. Любопытно. Это как в мультике про Айболита, где Бармалею сидящему пираты передали ножовку в куске хлеба. Но было бы любопытно, если бы они ему передали не хлеб, а брауни. Потому что там был бы браунинг. А тирамису было бы вообще замечательно. Ладно, тут я пошутить ничего не могу. Да, но это тоже подельники, получается. Да, да, конечно, это были подельники. И такое вот изящное освобождение. Несмотря на это, на то, что все-таки произошел инцидент достаточно опасный, его чуть не посадили, в конце 1918 года кошелек стал планировать очередную серию нападений, ограблений и прочего непотребства на грядущий 1919 год. Вот люди планы на год себе пишут, да, выучить английский, например, там, пойти в спортзал. А кошелек другой писал, малоприятный. У него горизонт планирования сократился до 10 минут, поэтому как бы мог себе позволить. Да, и тогда он еще не подозревал, что совсем скоро впишет свое имя в историю. Мы оставим Кошелькова размышлять о новых криминальных горизонтах планирования и немного поговорим о человеке, который свое имя в историю к тому времени уже писал о товарище Ленине. Идеолог и создатель Советского Союза в 1918-м перебрался в Москву, которая стала столицей новой страны. И вместе со своей супругой Надеждой Крупской, сестрой Маняшей, домработницей и котом, а Ленин, кстати, очень любил котов, не только детей, жил на территории Кремля в 300-метровой квартире в Сенатском дворце. Жил, кстати, довольно скромно, ну, поначалу. Ну и плюс Кремль не выглядел, как сейчас, вылизанный и великолепный, постреволюционная разруха не обошла его стороной, мусор, выбитые окна, немытые лестницы и так далее, и так далее. Ленин тогда был председателем Совнаркома, проще говоря, правительства, и активно занимался, ну, как бы, организацией жизни нового государства, в том числе внедрением пресловутых лампочек Ильича. И вообще, Митя, что происходит? Почему ни одного анекдота про Ленина? Или я слишком быстро говорю, и ты не можешь вставить в мою речь ни один анекдот? Я в постреволюционный Кремль так немножечко погрузился, задумался. Но этот приходит на ум сразу, как... Владимир Ильич, к вам ходоки. Что они принесли, батенька? Они свежую рыбку принесли. Ай, ты хорошо, свежая рыбка, хорошо. А сколько они шли? Две недели, Владимир Ильич. Детям, все детям отдавайте, все детям. Ой, смешной анекдот. Спасибо, спасибо большое. А вообще не обидно, как бы, конечно же. Ладно. Вообще-то я тебя хвалю. Щекочу твое эго. Ты же любишь, когда я щекочу в твое эго. Ладно. Простите, мама Митя. Мама в зале. Я ничего не щекочу, если что. Просто говорю глупости, когда переживаю. Ладно. Как и у кошелька. У Ленина тоже был кошелек. И тоже был псевдоним, получается. Да-да-да. Ну, кстати, мы эту шутку потом пошутим. Ой, извините, спойлеры. Значит, у Ленина 1918 год выдался насыщенным, потому что на его жизнь несколько раз покушались. Самое известное совершение покусило. Самое известное покушение совершила эсерков Ани Каплан, которая выстрелила в Ильича после митинга на московском заводе Михельсона. Его чудом спасли, хотя у него было довольно опасное ранение в шею. И Ленин вообще достаточно быстро выздоровел такой. Я Ленин. Пошел дальше жить. Он жив и будет вечно жить, потому что он же уже тогда знал. Ну, он там, в принципе, умер. Ну, ладно, неважно. Спойлер, Маша, опять же, да? А он не умер. Вдруг кто не дочитал в зале? Подожди. Кстати, вот ни разу не была в Мавзолее. Кто хочет со мной сходить в Мавзолее? Вот все никак не могу. Мы не отвлекаемся вообще. Да-да-да. Нисколько, я смотрю. Это была коллаборация с Мавзолеем. Мавзолей, свяжитесь с нами. По промокоду. Ильич. Ильич 1905, да. Значит, чудом спасли товарища Ленина, и наступил новый 1919 год. И Ленин и Крупская вроде как встретили его порознь. Супруга вождя находилась в лесной школе в Сокольниках. Лесная школа, это был такой санаторий для больных детей, который Крупская основала, и куда сама ездила отдыхать и лечиться. У нее, кстати, было редкое аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Базедова болезнь. Очень неприятная штука. У нее был зоб, глаза выпучивались неконтролируемо. Звучит забавно, но отвратительно. Ну, я имею в виду, что не стоит над этим смеяться. Ну, и у нее еще была бессонница, тревожность и бесплодие. Короче, она реально страдала всю жизнь, потому что такое лечить не умели. И поэтому очень часто куда-то уезжала отдыхать. И наступило 6 января 1919 года. И в этот день, накануне, получается, православного Рождества, ближе к вечеру Ленин решил к ней поехать. Навестить. Ну, скорее всего, он после всех этих покушений, так или иначе, после гражданки Каплан, он передвигается не просто так. Так, он ведь с телохранителями ездит, на машине, как минимум. Передвигается сложно. Сложно так передвигается, да. Слушай, если честно, нет. Потому что в этот день Ленин отправился к супруге вот в ту самую лесную школу на своем черном Роллс-Ройсе в сопровождении одного охранника Ивана Чебанова. А машину вел его личный водитель Степан Гиль. Плюс Ленин взял с собой сестру Маняшу. Снег с дорог толком не убирали. Не то, что сейчас. Да, да, спасибо. Бургер за здоровьем с Авианином. Все еще. И ехать можно было только по линии трамвая. И к тому же освещение отсутствовало. И Роллс-Ройлс мчался буквально сквозь темноту. Впрочем, света от фар хватало. И начало поездки выдалось не самым приятным. Вы вспомните то, о чем я говорила вначале. Мрачная обстановка максимально. Плюс на Садовой машину пытались тормознуть некие полупьяные товарищи с револьверами. Но Ленин с компанией их проигнорировали. Решили, что это бандиты. Кто-то балуется. Поехали дальше. Да, такого много было. А дальше вот на Сокольническом шоссе, сейчас это Русаковская улица, машину снова пытаются остановить. Опять парни. Опять сомнительные. Их шестеро. И Гиль, Степан Гиль, водитель Ленина, думает, что это бандиты. И говорит, давайте проедем мимо. А Ленин такой, да нет, это патруль. Хочу документы им показать. Ну не знаю, решил, что все в порядке будет. И он приказывает сдать назад. Далее происходит примерно следующий диалог. Так это пересказывал сотрудник ЧК, который допрашивал всех причастных. В чем дело, товарищи? Я Ленин. Черт с тобой, что ты Левин. А я Кошельков. Хозяин города ночью. Пиу. Это действительно не сцена из сериала «Интерны». Это ведь реальная история. То есть как бы... Что вы, товарищи? Я Ленин. Ленон, Ленон. Я с вами, товарищи. Естеды. Все еще. Ельцин, Ельцин, да. Как вы поняли, Роллс-Рой с Ленина тормознула вооруженная банда Кошелькова, но главарь А. Ильича не узнал, Б. Не расслышал его фамилию и искренне решил, что напал на некоего Левина. Слушай, а вот... Толстого начитался. Он, кстати, у Толстого, он Левин. Все еще. Любопытный факт. Но, тем не менее, все равно все его называют Левин, поэтому как бы, да. Не узнал он его, наверное, потому что еще не настало то время, когда Ленина на всех транспарантах из всего угла, в центре каждого города стоит несколько Лениных, у которых кепка на голове и кепка в руке. А еще лампочек на голове не было. Я когда была маленькая, почему-то думала лампочка. Ильича уже знали по лампочкам, а вот Ленина не очень. Ладно, ну и темно было. И вообще Кошельков был немножко под шофе, и все его пристные. Тогда, в общем, простительно. Да, Кошелек не планировал покушение, как вы понимаете, на Ленина. Он и его пятеро подельников с типичнейшими бандитскими погонялами, такими как конек, заяц, сапожник, лягушка и черный. Трогательно, правда, как в детском саду. А все мальчики-клоуны. Вы кто? Я Ленин. Вы Левин, да? А я Кошелек, это заяц черный, мои крыша. Все здесь. Будьте любезны из Роллс-Ройса, пожалуйста. Да, 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 да. В общем, вся эта гоп-компания внезапно в реальности встретилась. И они, значит, да, после пьянки решили устроить ограбление особняка и какого-то кооператива на Рабате, и нужна им тачка. А тут они идут, и тут Роллс-Ройс. Они решили, вау, классная тачка. И бандиты приказали всем выйти. Далее цитата из показаний водителя Ленина Степана Гиля. Владимира Ильича буквально вытащили за рукава. Он стоит, держа в руках пропуск. Молчать, не разговаривать! Закричал на него грубым голосом главарь, вырвав из рук пропуск и даже не посмотрев. Затем он схватил за лацкан пальто Владимира Ильича и резко дернул, почти отрывая пуговицы. И полез в боковой карман. Вынул оттуда бумажник, браунинг и все это положил к себе. А пуговицу потом в вареник положил. Вот так предсказание получается. Я даже знаю, к чему оно. Пуговицу Ленина в варенике-то найти. К колыме. Да, спойлеры. Что было дальше? Дальше. За Лениным вышли все остальные, бандиты сели в машину и уехали. И по словам охранника Чабанова, единственного охранника, который был в машине, произошедшее наблюдали несколько человек на улице. Но никто не вмешался. И по выражению Чабанова, цитата, народ стоял и смотрел. То есть среди простых людей Ленина тоже никто не узнал. Народ безмолвствует. Слушай, а я думаю, если бы они его опознали, что бы они сделали? То есть как бы народный бунт против негодяев, которые обидели нашего дорогого Лукича. Как бы темно при всем при этом. На Роллс-Ройс нападают, тоже непростая машина. Люди как бы с оружием. Ну и плюс в целом обстановка тревожная и опять же темно. Зачем? Кому это надо? Ну, понятно, да. Потом Ленин с компанией направились в Сокольнический райсовет. Это ближайший орган власти рядышком. И приключения на этом не кончились. Потому что часовой тоже не узнал Ленина. Отказался впускать его без документов. Ленина знаю. Левин, тебя не знаю. Роллан. А кошельков же у него все спер. Все документы, все деньги, весь бумажник, все на свете. Кошелек спер у Ленина кошелек. Нормально. Значит, и история про ограбление показалась ему, разумеется, сомнительной, как и вся компания. И с огромнейшим трудом Ленин и Гиль, водитель, они таки убеждают часового в правдивости своих слов. Тот все-таки пускает их в райсовет. Но и это еще не все. В райсовете по случаю праздников никого. Гиль обнаружил только дежурного телефониста, который, может быть, тоже был под шофе. Короче, он тоже не поверил компании. Говорит, типа, председателя нет, отвалите, я не хочу вас ни с кем соединять. Но после очередной сложной, мучительной, эмоциональной порции переговоров и увещевания, телефонист все-таки согласился связать Ленина с ВЧК и связал его с тем самым Яковом Петерсом, о котором я уже говорила. Ну и дальше завертелась суматоха, вооруженная погоня за бандитами, все на ушах и так далее, и так далее. Слушай, а Кошелек ведь в какой-то момент, наверное, понял, что далеко не Левина он грабанул-таки. Да, когда банда отъехала на безопасное расстояние, Яков как бы рассмотрел документы, офигел знатно, и, конечно же, решил вернуться. Что он задумал конкретно, с определенностью сказать нельзя. По первой версии, Кошельков решил захватить Ленина как заложника и освободить за него всю бутырскую тюрьму. Ну, как бы, вполне себе нормально. По второй версии, бандит повернул машину обратно, чтобы догнать Ленина и убить. Ну, почему бы не убить? По третьей, Кошелек изначально пытался захватить Ильича с целью устроить государственный переворот. Все это, скорее всего, полная лажа, но преступники вернулись, никого не обнаружили, поехали в центр. Я слышал совсем другую историю, что он мог спокойно вернуться, чтобы сказать, Владимир Ильич, извините, пожалуйста, вот вам документы, вот вам машина. Мы пойдем, ладно, как самое, ничего же. Вполне вероятно. Ну, как бы, ну, это логично. Получается, наверняка за ними уже через какое-то время погоня, потому что он связался с Петерсом, Петерс поднял на уши всех и говорит, преследуйте. Да, и вот тут очень драматичная цитата из книги Михаила Кубеева «Налетчики». По Хамовнической набережной бандиты далеко проехать не смогли, они попали в снежные завалы. Произошло это недалеко от теплого переулка, милицейский пост которого был уже оповещен на налетчиках. В тот час вахту нес молодой милиционер Николай Аланцов. Именно он заметил подозрительную машину, мчавшуюся по набережной, и неожиданно оказавшуюся в снежных тисках. Люди, вышедшие из машины, пытались вытащить ее из снежного плена. Аланцов взял винтовку наперевес и отправился выяснять, что случилось. Он подошел совсем близко и из темноты окликнул возившихся возле машины людей. В ответ прозвучали выстрелы. Аланцов открыл огонь. Налетчики бросились бежать. Но на звуки выстрелов из расположенной рядом воинской части уже спешили красноармейцы, другие патрульные милиционеры. И вот, казалось бы, бандитам не уйти, но шальная пуля сразила Аланцова. Он был убит. Кошелькову с товарищами удалось вскрыться. О, как-то таскали его немножко. Да вообще, везучий тип, бесит. Да, Кошелькова не поймали. Ленин таки поехал потом к своей больной супруге. А после этого власти развернули жесточайшую борьбу с московскими бандитами. Началась еще одна война. Чекистов с разбойниками. Всех подозрительных личностей арестовывали буквально пачками. Патрулирование усилили. Предпринимались попытки внедряться в преступные группировки. На все кабаки, притоны и прочие сомнительные места были совершены массовые облавы. Процесс оказался сложным и мучительным, потому что нормальную правоохранительную систему к тому времени создать еще не успели. Поэтому действовали власти в разнобой. Но действовали. Нападение на Ленина, или, как его потом называли, рождественское дело, стало для органов делом чести. Да. Собственно, в одном из выпусков тоже мы говорили о том, что именно чистки, которые начались после рождественского дела этого, они привели к тому, что в Москве стало все худо-бедно, относительно неплохо. А вот Питер стал криминальной как раз-таки столицей. Именно туда устремился весь народ, которого не добили здесь, и который все еще решил продолжить эту историю. Так, собственно, Косылек. Его по итогу взяли или не очень? Да. Словно. Словно, как с Лениным. То есть умер и не умер. Взяли и не взяли. Потому что живым Кошелек не сдался. Он был убит в перестрелке на одной из своих конспиративных квартир в июле 1919-го. И чтобы его вычислить, понадобилось энное количество допросов его задержанных подельников, в которых, по слухам, принимал участие еще один основатель ЧК Феликс Дзержинский. Плюс допрашивали его невесту, не Дзержинского, а Кошелька, 20-летнюю конторщицу из телеграмного агентства Ольгу Федорову. Кошельков, кстати, нежно ее любил. Я читала письма. Он называл ее «бедная козочка». А еще... Действительно, с таким кошельком-то. Бедная козочка. Скачь тебе. Ну да. А еще понадобилось убить, вернее, пожертвовать жизнями какого-то количества чекистов, потому что действительно были реальные кровавые перестрелки, месиво, баня, трэш, кошмар. Но от этого всего я вас избавила, потому что все-таки у нас карнавал, джинглбеллс и Новый год. Короче, задержанных сторонников Кошелькова расстреляли. А 23-томное дело о вооруженном нападении на Владимира Ильича Ленина 6 января 1919 года десятки лет лежало засекреченным в архивах Лубянки, дабы не портить имидж великого вождя-пролетариата. Но история беспощадна. Правда, всегда побеждает. Как бы ее не замалчивали и не запихивали поглубже. И этот факт, если честно, меня очень поддерживает. С каким пафосом ты завершил эту замечательную историю? Я учусь у лучших. Огород в мой камень, что называется. Да, собственно, ладно. Одна история завершилась, вторая, получается, начинается. Хотите еще один анекдот про Ленина, чтобы был переход более плавный? Конечно, хотим. Хорошо. Вот с первого ряда как раз выкрикнули, потому что, да, как экскурсия в музее идет, и останавливается группа экскурсионная перед пейзажем. Палатка, из нее торчат две пары ног, женские ноги сверху, мужские ноги снизу. Ну и, соответственно, экскурсовод говорит. И вот перед вами, дорогие друзья, Каотина Ленина в Польше. Выходит пожилой интеллигент и говорит, я осмелюсь предположить, что вот женская пара ног это Надежда Константин-Крупская. Да, вы абсолютно правы, Надежда Константин-Крупская. Тогда осмелюсь еще предположить, что вот мужская пара ног это Владимир Ильич Ленин. Нет, а вот тут вы ошибаетесь, это Феликс Эдмундович Дзержинский. Позвольте, а где же Ленин? А Ленин в Польше. Мы перемещаемся в Польшу. Мы перемещаемся чуть дальше, получается, да. Перемещаемся мы с вами в 20-е годы, то есть чуть-чуть попозже, 20-го века того же самого, но гораздо дальше. Ленин в Польшу на ту сторону океана. В США, а точнее в штат Техас. А еще точнее, чуть-чуть западнее от самого его центра. Вот так вот, если будете смотреть, так вот так смещайтесь. Городок Циско. Правильное по вот английски, по-американски будет, конечно, Циско его произносить. Но я боюсь, что неприличных шуток будет слишком много, и поводов для них будет тоже. А у меня мама в зале. Хорошо, не говорим ничего. Циско так Циско. Циско, Циско, Циско. Хорошая для разработки речевого аппарата. Скажи, это, по-моему, какая-то телеком-компания, нет? Или я ошибаюсь? Есть телеком-компания Циско, большая, классная и красивая, но она названа в честь Сан-Фран-Циско, получается. Вот такой вот усеченный вариант. Не в честь этого маленького городка. Но, собственно, Циско, кстати, не то чтобы прям уж очень маленький городок. Он основан совсем недавно на 20-й год, 20-го века. 1015 там народу живет, а это прям неплохо, вполне для города его такого пошиба, может, даже больше. До Великой Депрессии еще года-два, получается, остается. И все жители трудятся, зарабатывают денежку и кладут их уже не себе под подушку, а в банки. А если есть законопослушные трудяги и добрые банкиры, то есть обязательно и злые люди с огнестрелом, которые эти заработанные фотом и кровью деньги очень хотят прибрать к рукам. Прости, я хотела пошутить про пятилитровые банки, но не пошутила. Нормально. Продолжай. Вот эти с маринованными яйцами, которые, да, как раз идеальны. Ну, как бы, да, банки чистятся регулярно, как раз, да, заведение. Дикий Запад к тому момент вроде как уже отступил, но вы прекрасно понимаете, Техас — это штат со своим особенным мироощущением, который в 2023 году вроде как хочет выйти из состава, потому что отдельная страна... Российской Федерации, извините. И войти в состав Российской Федерации, да, как водится. И события здесь раскручиваются зачастую вот не в духе каких-нибудь там бандитских, чикагских, нуарных историй или там гангстерских разборок с Томми Ганами. Нет, это прям спагетти-вестерн чистой воды. Стрельба по всем и за всех. То есть банки, короче, грабят. И грабят довольно часто. Очень часто. На самом деле каждый четвертый банк в Техасе подвергался ограблению в среднем ежедневно. Представляете, вы работаете, значит, не в первом, не в втором, не в третьем, а именно в четвертом банке. И каждый божий день к вам заходят трогательные люди и говорят, ребята, у вас есть наличка, а у меня есть пистолет. Нежелаете ли поделиться? В общем, да. Слушай, это такая вечная гонка, как бы преступные законные мысли. Чем больше выдумывают и действуют бандиты, тем больше им пытаются органы всякого разного противопоставить. И такая бесконечная-бесконечная геометрическая прогрессия из всего. Совершенно верно. Относительно недавно, как раз, чтобы с этим справиться, банковская система координированно выступает с предложением. Ребята, смотрите, вот есть у нас грабители, а за каждого обезвреженного грабителя, ну, считай, подстреленного, да, банк будет выплачивать премию в 5000 американских долларов. Это вот на тот момент нормально? На тот момент это просто дохренища. Если с пересчетом на какие-нибудь там 10-е, 2010-е годы, это 85 тысяч долларов. То есть это 8,5 миллионов рублей на наши времена. Какой удобный курс, да? Для арифметики. Невероятно удобный. Но это же фактически за убийство. Ну, зато за убийство бандита. Как это? Это же Жеглов. Ты убил человека. Я убил бандита. Тут, в принципе, примерно то же самое, и как бы тем более Техас, опять же, да? Мы прекрасно понимаем, что на награду от вот этого банка могут претендовать не только офицеры полиции с табельным оружием, а, в принципе, любой человек с огнестрелом. То есть, по сути, любой человек в Техасе, которому больше шести месяцев. Потому что свой огнестрел — это как крест под рубахой. Но, я так понимаю, такая опасность грабителей особо не останавливает? Потому что они тоже техасцы. И как бы совершенно спокойно... Действительно, плюсы гораздо сильнее перевешивают все риски, все минусы, все возможное. Вот, собственно, примерно то же самое происходит 23 декабря 1927 года. Два дня до Рождества. И как раз вот в это время в город Циско въезжают четверть жаннанов, сомнительной, как выяснится потом, удачи. Возглавляет их некий Маршал Ретлиф. Он в Циско долгое время жил. У него у матери, по-моему, был кафе какое-то, еще что-то. Пока он не ударился в гастроли и не попытал счастья в другом городе. Там он решил ограбить банк тоже. Его там закономерно посадили. Тюремный срок дали, будь здоров какой, но он его не отсидел. Потому что он был помилован аж губернатором. Ну и в сердце у него, соответственно, ярое желание все так же разбогатеть, быстро и нелегально желать. Ну вообще странно, что он был помилован при таком настрое, контексте. Ты знаешь, там была очень мутная история с губером техасским, потому что при нем было помиловано 3886 человек, а то 4000, какое-то бешеное количество. И большая часть из них матерые сволочи, конечно же. Возможно, говорят, что его подкупали не раз и не два. Поэтому как бы... Почему бы, собственно, и нет? Ну а остальные, видимо, вместе с Маршалом, ну, сообщники. Да, естественно. Значит, сидят в машине Роберт Хиллс и Генри Хелмс. Тоже они рецидивисты, тоже бывшие сидельцы. Собственно, они в тюрьме и познакомились с Ретлифом. И четвертым в их гоп-компании должен был стать специалист по сейфам. Совсем как в фильмах Гая Ричи. Это раз-два. Раз-два специалист по сейфам. Но, к сожалению, специалист по сейфам совсем недавно слег с гриппом. Говорит, пацаны, у меня сопли, а с соплями в тюрьму нельзя. Без меня давайте. Поэтому вместо него взяли совершенно неоперенного, доселе незнакомого ни с каким криминалом Луиса Дэвиса. В смысле, музыканта? Или Юис Дэвис? Это же есть такой музыкант или нет? Или писатель, кто он? Нет, подожди, Юис Дэвис. Или мне так кажется? Я только Клайва Стейплз и Юиса знаю. Так, ладно, все, извините, ради бога. И Джека Дэвиса, который Дэниелс на самом деле. Короче, нет. Потом погуглим, пишите в комментариях. Слушай, ну, судя по специалисту по сейфам, у них был некий план, и они его придерживались. Совершенно верно. Но, собственно, грипп, и все пошло не так. Да, это стало первой вишенкой на их поганом торте, получается. Я вспомнила, что Льюис Дэвис, правда, есть такой музыкант, есть такое кино, называется, внутри Льюиса Дэвиса. Но это они однофамильцы, как было в Яралаше, не близнецы, а однофамильцы, или как? Ванечкин, do you speak English? Ладно, простите. Собственно, как мы можем понять, внутри Льюиса Дэвиса вот этого будет нечто другое, но это чуточку позже спойлеры. Собственно, все идет не по плану, в лучших традициях ограбленческого кино. Вот, собственно, эти четыре недодруга Оушена, они хотят грабануть небольшой банк, на самом деле изначально, в другом городе, чуть поменьше, где вроде как один полудохлый шериф, но там и денег не то чтобы много, поэтому как бы, ах, давайте рискнем. Тем более, грипп, специалист по сейфам, у нас его больше нет, а может быть, найдем какое-нибудь местечко, где он, в принципе, не то чтобы сильно прям нужен, и они, не задерживаясь, едут туда, где сейфа, собственно, быть не должно, в знакомый маршалу Циско. Вот проблема. Там его знает каждая собака, совершенно точно. И если вдруг кто доложит, что по улицам расхаживает осужденный грабитель банков, причем недалеко от банка, то все пойдет прахом, и поэтому нужна маскировка. Маршал принимает роскошное совершенно решение. Он переодевается. Он подрезает в пансионе костюм, он берет где-то бороду, и он одевается Санта-Клаусом. Да. А я думала собакой. Знаешь почему? Потому что недавно... А я думала сова. Нет, недавно я видела совершенно крышесносный рилс про японца, который так сильно захотел стать собакой, что купил себе анатомически точный костюм собаки и живет в костюме собаки. Возможно, это Кринша неправда, но выглядело так, как будто бы, а почему бы и нет, анатомически точный костюм собаки. Он чешется, ходит, его гладят. Ладно, неважно. Как царица Крита, которой очень нравился один бык, подаренный Посейдоном, и она попросила Дедала выковать ей цельнометаллическую коровку, в которой она могла прятаться. А дальше 18 плюс контент, поэтому да, мама в зале. Так, ладно, что было дальше? Собственно, он переодевается в Санта-Клауса, и машина, машина, кстати, тоже предварительно угнанная, она высаживает его в паре кварталов от первого национального банка ЦИСКа. А остальные грабители паркуются в это время у входа в банк и ждут. А высаживать зачем? Вот смотри, странная ведь история. Машина паркуется у банка, из нее выходит Санта-Клаус, а потом три каких-то черта непонятных. И все весело такие длинной вереницей под звон колокольчиков, а они идут в банк. Подозрительно! Вот поэтому, собственно, он решил не привлекать внимание. Ну, как бы, действительно, довольно странная была бы история. Никто, разумеется, ничего не подозревает, никаких подозрений не испытывает. Почти что не испытывает. Потому что вот есть про это отличный кусочек в книге Томаса Гудмана «Последний человек. Ограбление банка с Санта-Клаусом» 1927 года. Едва маршал запахнул праздничный красный костюм Санты и застегнул широкий ремень с пряжкой. Кто-то окликнул его. «Что же, давненько я тебя не видел!» Редлиф замер. Это был Джордж Кармайкл, офицер полиции, который совсем недавно задерживал его несколько раз за контрабанду алкоголя. Маршал не мог выдавить из себя ни слова, пока полицейский не рассмеялся и не сказал «Счастливого Рождества, Санта!» Офицер не узнал его. Костюм сработал. Редлиф натянутый улыбнулся и ответил дело настарческим голосом «И тебя, мой мальчик!» Кармайкл продолжил «Надо, 23-е сегодня! У тебя всего два дня, чтобы поднабрать! А то вон какой худой!» При этих словах офицер похлопал Редлифа по животу, слишком плоскому для Санты, и едва не нащупал пистолет, спрятанный за пазухой. А затем рассмеялся и пошел дальше. «Очень мило!» «Привет, чувак!» «Пощупай-ка я тебя за живот!» «Ну это же Санта!» «Ну да!» Слушай, ну чисто теоретически его, ну вот, прям там могли бы задержать, да? Еще до приходов в банк. В принципе, это наша любимая история, когда вот одна малюсенькая деталь, и все пошло бы наперекосяк. Но, тем не менее, не то чтобы пошло. Действительно, никто его не замечает. Санта и Санта. Тем более, как бы, сочельник уже скоро. И вот так он доходит до банковских дверей и заходит внутрь. Более того, его облепляют дети по пути. И все они такие «Санта! Санта! Как здорово! Как замечательно!» Он с ними общается весело такой. «А, да-да, ты хороший был банк!» «Ты был хорошим мальчиком? Тогда станешь плохим! Умеешь сдержать пушку!» «Я тебя научу!» И он прям вместе с детьми заваривается в банк. К большому счастью, он все-таки очухивается, одумывается, разгоняет их где-то за несколько метров до банка и входит в банк совершенно один. В помещении четверо человек. Два вкладчика и два банковских сотрудника. Все поворачиваются в сторону. Вошедшие говорят «О, здравствуй, Санта!» Он такой «Привет всем! Очень здорово!» Плюс ко всему он видит, что в помещение заходят еще двое. Причем это школьницы. Они зашли из соседнего помещения. Две четырехклассницы просто захотели пообщаться с Сантой. Это, наверное, проблема. Ну, в смысле, или я лучше думаю о маршале, чем он есть в действительности. И как бы для него деньги в банке, дети в банке, простите, деньги в банке гораздо ценнее, чем дети в банке. Да, в общем, и дети в банке для него не повод откладывать ограбление. Естественно. Ну, и отступать как бы некуда. Позади Владикавказ. Но события после этого разворачиваются стремительнейше. Значит, с улицы заходят три грабителя, нам уже известно. А следом за ними заходит пожилая женщина с маленькой шестилетней девочкой. То ли дочкой, то ли внучкой, не помню точно. И девочке тоже очень захотелось. Она увидела Санту. Она «Санта! Давай зайдем!» Сразу вот за этими тремя дядями подозрительными. И тут звучат выстрелы. Трое во всеуслышание объявляют «Господа! Это ограбление!» Тут же подсоединяются. Именно так. Здравствуйте! Это ограбление! Деньги подсоединяются. Очень хорошо. Именно так. Собственно, Санта тоже подсоединяется к этому ко всему. Он прыгает к кассиру, тычет ему в нос кольтом и говорит «Будьте любезны, уважаемые! Откройте, пожалуйста, сейф и положите все деньги вот сюда, в мой новогодний мешок!» Но если они вот таким образом разговаривают, то сопротивления, наверное, никто им не оказывает. Я бы отдал абсолютно все! Ну, как бы, да, просто никто не успевает отреагировать, несмотря на то, что у банковских сотрудников, конечно, какие-никакие средства сопротивления этому всему есть. Как минимум, оружие у охраны. И тревожные комнаты, кстати, тоже, куда можно быстренько сбежать всем, там запереться, и вроде как... Тревожная комната, где можно тревожиться? Да, сидишь такой, тревожишься. С той стороны, господа, откройте, пожалуйста, нам очень нужны деньги. Ой, а вдруг войдут? А вдруг им деньги нужны? А вдруг это не настоящий Санта, опять же, тревожно как-никак? Тревожная комната это любая гримерка у нас. Ладно, давай, извини, пожалуйста. Ну и все же действительно что-то пошло не так. Та самая женщина, которая вошла буквально вот пару секунд назад с шестилетней девочкой, она довольно шустро поняла, что дело-то пахнет керосином, она вытолкнула девочку за дверь и сама закричала, ребята, тут грабят банк. И новость, не только пулей долетела до полицейского участка в соседнем квартале, но и облетела добрую часть города. Города в Техасе, как мы помним. И вот уже почти весь циско выстраивается напротив банковских дверей, одновременно щелкает затвором, и вот теперь 20 стволов радостно готовы открыть огонь, чтобы получить свою заслуженную награду за голову грабителя. Злоумышленники, естественно, в легком ужасе. То есть как бы на такой вариант они не то чтобы прям совсем не рассчитывали, но очень бы хотели этого избежать. И все же козыри в рукаве у них есть. Ну заложники же какое-то количество. Естественно. Там получается на тот момент у них четверо, которые их встретили, две девушки, которые вошли вот из соседнего зала, и в соседнем же зале они находят еще двух барышень. И так было восемь человек в заложниках. Тем временем офицеры полиции уже к банку подоспели. Среди них, кстати, тот самый Кармайкл, который его по пузику хлопал. И они видят, значит, разъяренную толпу, задорную, которые говорят, давайте немножечко тихо-тихо постреляем в том анекдоте. С одной стороны, они прекрасно понимают, что если хотя бы один выстрел, да более того, если кто-то чихнет просто, то это все вот эти вот рыла моментально ответят громовым и ядерным канонадам на это на все. Бандитов, конечно же, изрешетят, в общем-то, и хрен бы с ними, естественно, но там гражданские, а это вот очень прям не хочется. Полиция начинает аккуратненько народ успокаивать. Ребят, давайте мы сами, давайте мы важны, большие молодцы, давайте, держите их на мушке, но мы справимся. А тем временем в банке Маршал Ретлиф с товарищами понимают, как в том фильме, на чем я остановился, мы в дерьме. Мы в дерьме! И делать при всем при этом... А сам меня ругал за слово говно, а сам говорит такое. Ты разницу не слышишь? Мама, прости. А в чем проблема это литературное слово? Вы пишете через О. Ну, это мы сейчас уйдем. Прости, пожалуйста. Короче, да. Да, делать что-то действительно нужно. Они находят действительно запасной выход, по которому можно вроде как драпануть аккуратненько, даже с деньгами, и попробовать хотя бы добраться до машины. И гражданских они собираются использовать в качестве живого счета, естественно. Вот ты говоришь, у них с собой деньги, да? А ты все о деньгах, конечно. Конечно, естественно, разумеется. А сколько у них денег? У них два мешка, туго набитых деньгами. Один, видимо, банковский, другой, видимо, сантовский. Ну и вот, один из грабителей решает подготовить путь к отступлению. Дурак. Он подходит к окну, который выходит на улицу и говорит, ребята, внимание, я выхожу, всем отойти, нам не мешать, у нас заложники, вот сейчас мы уедем, им будет хорошо, вам будет хорошо, и самое главное, нам будет хорошо. А чтобы они прислушались чуть активнее к его словам, он делает выстрел в воздух. Ну, видимо, очень зря. Очень зря. И, естественно, на один единственный выстрел ему с улицы отвечает БАМ! Два-три десятка стройных совершенно бабахов целый циска начинает палить по банковскому отделению. Лопаются стекла, двери, окна, стены изрешочивают просто в пыль. Полиция в ужасе, пытаются хоть как-то всех утихомирить, они параллельно бросаются на перерез, потому что вроде как запасной выход есть, и они могут оттуда уйти. Бандиты с собой в машину запихивают двух девочек и мешки с деньгами, они все-таки умудрились добраться до машины, несмотря на то, что она тоже в решето так потихонечку превращается. Каждый из них ранен, так или иначе. И еще среди раненых впоследствии, когда дым рассеивается, пороховой, у банка обнаруживают двух офицеров полиции, тоже раненые. Один скончается от ран чуть ли не в этот же день, второй еще две недели будут бороться за его жизнь в больнице, но тоже, к сожалению, безуспешно. Ну, то есть на первоначальном этапе грабители скрылись? Ну, они скрылись, но не совсем. Там, на самом деле, поинтереснее, потому что... Как Ленин умер, но не совсем. Именно так, потому что за ними погоня, естественно. Пять тысяч уезжают прямо сейчас, а их же еще и четверо. Четыре по пять, это очень много. И вот они, уворачиваясь от пуль, отвечая огнем по преследователям, у них как-то худо-бедно это получается оторваться, они доезжают до городской окраины. После этого у них слегка заканчиваются патроны, они высыпают на дорогу мешок гвоздей кровельных. Там, видимо, тоже нашлось где-то. И это помогает, потому что погоня пропарывает шины закономерно, и они их аккуратненько оставляют, теряют из виду. То есть, получается, у них есть реальный шанс как бы скрыться в закате? Не, особенно тоже, к сожалению. Потому что, как бы, стоит им хоть немножечко обрадоваться, да? Водитель говорит, ребята, я, конечно, все понимаю, но бензин на нуле. Да. Совершенно идиотская история, но очень хорошая именно этим. То ли им бензобак подстрелили, да? Это не как в ГТА, что выстрелил в бензобак, а машина такая бам-бам! Нет, он просто может пролиться. То ли они просто не заправились. Они очень долго ехали до циска и, возможно, сожгли большую часть бензина. И тут, значит, они стоят, совещаются, и тут из-за поворота выезжает Oldsmobile. Такая старая, добротная марка для 27-го года вообще раритетища и великолепная штука. За рулем 14-летний пацан, которого туда посадили за руль чисто прокатиться, потому что мы за городом, что нам сделают? Учись водить. Рядом с ним семья, которая отправилась чисто за подарками. И вот, совсем как с Лениным, выходит толпа ребят веселых, вооруженных, они говорят, тормозите машину и сваливайте отсюда, как можно скорее. Те благоразумно повинуются. Редлиф с пацанами перегружают девочек-заложниц, мешки с деньгами, очень серьезно раненого товарища, и они готовятся уже тронуться, но, внимание, ключей в машине нет. А что с ними произошло? Остров невезения, как бы абсолютно точно. Их парень-водитель просто забрал с собой, потому что мы сказали, давай, убирайся отсюда. Он говорит, понял, сделаю, взял ключи. Молодец, чувак. На сигналку не поставил, только еще, потому что не было тогда такого. Сообразил. Да, тем временем преследователи это настигают, и более того, если раньше в них стрелял и за ними ехал, ну так, некоторая часть города, то теперь охота-то объявлена будь здоров какая. Вот как об этом писал в свое время журналист Бойс Хаус. Сюда стекались офицеры и горожане со всего штата. Такой охоты на человека западный Техас еще не видел. Многие были на лошадях, многие пешком. Они продирались сквозь деревья, шерстили высокую траву в долинах и даже переворачивали булыжники в каньонах. Ты там есть? Тебя здесь нет. Вот, и довольно шустро они обнаруживают олдс-мобиль без ключей. Ключей нет, зато есть. Мешки с деньгами две штуки. Один красный, один белый. И раненый бандит, тот самый Луис Дэвис, ноунеймовский однофамилец того, которого внутри. А внутри у этого Луиса Дэвиса очень много свинца, к великому сожалению. Это тот самый новичок в преступном мире, на самом деле, грустная история, который, в принципе, ничего особенного не хотел, наверное, и как бы вот на первое дело, и вот так вот оно грустно закончилось. Позже он все же от ран скончается. А денег, Мария, в мешках потворствует твоей любви к деньгам. Нет у меня любви к деньгам, просто я работала на финансовой радиостанции, меня учили, что деньги всем очень сильно интересны, поэтому я на автомате спрашиваю. Собственно, денег в мешках насчитают 12,5 тысяч долларов, это считает 20 миллионов на наши современные, и еще 150 тысяч долларов ценными бумагами. Так, подожди, а все остальные бандиты куда делись? И плюс там еще были заложники, заложницы. Да, их заложниц Ретлиф поместил все еще в первую машину, да, она похожа на дуршлаг, и да, бензин заканчивается, но возможно, они, кстати, перелили бензин, пересосали, может быть, даже из олдсмобиля в очень олдсмобиль, они свернули на грунтовку на нем, и поехали, значит, в закат по техасской пересеченной местности. Машина закономерно застревает в этих кактусах вонючих, потому что, ну, невозможно передвигаться прямо там, причем вместе с девочками, а сами отправляются пешком. Уже на следующий день, а я напомню, это все происходило за один неполный день, то есть вот это 23 декабря, вот сейчас уже 24 утра Сочельника, они снова дают о себе знать. На сей раз на подъездах к реке Безус полисмены увидели, как едет к ним одноместная машинка, а в ней три мордоворота друг на друге сидят. Что нашли? Видимо, на том и поехали. У них, значит, пара-тройка апельсинов из еды, все остальное время они не жрамши, поэтому они голодные. Они, значит, окровавленные, потому что они все еще ранены все, не перевязаны никак, и они пытаются хоть как-то худо-бедно, уставшие, не спавшие и не присевшие, они пытаются хоть как-то свалить. И при этом один все еще в костюме Санты. Для полного паноптикума происходящего. Тем не менее, что самое удивительное, эту пеструю гоп-компанию так и не удалось задержать оперативно. Да ладно? Семь дней, Карл. Семь дней. Просто как земля создавалась. Абсолютно. Они бегают от правоохранителей до 30-го числа. Что бы вы думали, как бы за ними 100 человек, в том числе 50 полисменов. Поддержка с воздуха в 1927 году, это охренительно круто звучит. И как бы они пытаются и у них получается, что самое удивительное, до 30-го числа. Я тебе верю, Мит, не переживай. Голод, кровопотеря, как бы не тетка, и 30-го декабря их все-таки задерживают. Слушай, ну такой подарочек под Новый Год. Полиция Техас себе сделала. Не один, не два, а три подарочка. И один, да, целый Санта-Клаус. Дело было, естественно, колоссальное. Освещалось широко и шикарно. Во-первых, это было чуть ли не единственное на тот момент ограбление в костюме. То есть, товарищ Ретлиф был пионером своего дела. Привидение с мотором ограбление в костюме. Но симпатичное. И, видимо, с тех пор, кстати, вошла мода на вот эти вот клоунские маски, маски с президентами там и так далее, вот эти джокерские истории. То есть, не просто там колготки на голову нацепить. Нет, надо как бы залететь банк со стилем. Ну, во-вторых, денег-то они взяли прям пристойно, и охота действительно велась колоссальная. Первого из грабителей господина Халмса приговорили к смертной казни и довольно скоро девяносто девятью годами. И то потому, что адвокат очень красиво сыграл на то, что у него тяжелое сиротское детство. У Курского вокзала стоял он молодой. Просил, значит, Христа ради червонец золотой. Ну, и просто у него были нулевые шансы стать нормальным человеком. Войдите, господа присяжные, в положение. Теперь-то он исправится, потому что отправляется он в заведение исправительное. Поэтому, как бы, все шансы. Ну, и чего исправился? Что самое удивительное, да. Правда, он пытался пару раз бежать. И как-то один раз ему даже почти удалось. Но каким-то макаром он все еще продемонстрировал хорошее поведение. И вышел, отсидев до сороковых где-то, до конца сороковых. То есть он там лет пятнадцать, ну, от силы двадцать отсидел. И он дожил до 1996 года. Весело, задорно и таким бодреньким старичком отошел. Так, а если говорить про другого старичка, который в костюме Санты? Деланный старик, да. Ретлев. С ним получилось куда интереснее и вы такое любите наверняка. Он решил разыграть карту сумасшедшего. Во-первых, наш с вами любимый. Я так и не нашел, какой именно бред он начал плести. Но мне очень хочется верить, что он притворялся Сантой до Талова. Говорил все время хоу-хоу-хоу. Вот он сидит на допросе, да. Ну и зачем ты пытался банка грабить? Потому что никаких подарочков этим шалопаем. О, я к ним со своими оленями, вот эти вот Дэшардан, Сарвиксон, Блицсон. Вот они у меня в кармане. Хо-хоу. И Рудольф, мой верный наган. И так далее. Ой, у него, кстати, вы будете долго смеяться, но это могло бы быть похоже на правду, потому что, когда их задержали, при нем обнаружили штук шесть стволов. Только на нем одном, человек-арсенал. При всех остальных нашли четыре в общей сложности. А у него одного шесть. И, в принципе, если бы он дал пистолетом имена оленей, это был бы просто разрыв, если честно. Слушай, ну, его приговорили, несмотря на оленей, бред шизофернический и так далее. Да, да. К великому сожалению, ну, или к великому счастью, естественно, ему сначала дали пожизненное, потом апеллировали все-таки, а может быть, казним его. Другие говорят, нет, а может быть, не надо казнить и так далее и тому подобное. А тут сумасшествие. И говорят, так, ладно, объявляем перерыв на еще пару лет, заседание переносится, давайте как-нибудь потом. И вот тут начинается самая лютая часть, потому что техасский народ сказал, хватит это терпеть, не врать и не бояться. Тем более, что 18 ноября 29-го года, это два года спустя, после вот этой всей заварухи в ЦИСКО, маршал очень сильно притворился, видимо, поехавшим, да так, что тюремщики сбавили обороты и забыли, что надо его охранять. Они тоже стали оленями, да? Да. Да. И вот он вышел из камеры, он взял табельное оружие, одного очень хорошо так ранил, а второго попытался ранить, но, к счастью, тот второй охранник, он быстрее очухался и избил его до полусмерти и обратно в камеру, значит, загробастал. Об этом написали в газетах, народ в газетах прочитал и преисполнился гневом, получается. И вот уже на следующее утро люди собрались у здания тюрьмы. Почти 20 человек снесли к хренам тюремную ограду, проникли внутрь, вы сломали камеру и вытащили на свет божь этого недоделанного Гринча, который решил украсть у всех Рождество. То есть его решили линчевать таким образом? Именно. Беспристрастным и честным, но суровым, незамедлительным трибуналом имени господина, не Дэвида, но линча. Да, тут же, особо отчаянные, набросили петлю на провода телеграфные и нарядили товарища Редлифа в пеньковый галстук. И тут тоже не обошлось без дурковаляния, потому что веревка лопнула. И он, бедолага, упал в первый раз. Но они решили, ну ладно, еще раз, в третий уже точно не будем. На сей раз, да, веревку, к сожалению или к счастью, опять же, не знаю, уже заговариваюсь, подобрали чуть более крепкую и она выдержала. Маршал Редлиф, последний из грабителей первого нацбанка ЦИСКа, получил свой, хоть и не особенно справедливый, конечно, но приговор. Как итог в этом деле, 11 раненых, трое погибших только во время суматохи, это два полицейских и один из сообщников, вот этот, Луис Дэвис. Затем еще один казненный, еще несколько раненых и последний вот линчеванный. Ни единого доллара они с собой так и не смогли взять. Ну и последний факт, чтобы прям вот самая поганая вишенка на самом поганом торте, да? Когда мать маршала забрала его тело и стала организовывать, ну какие-никакие, но похороны, а дело уже шло к декабрю месяцу, мимо катафалка прошла праздничная процессия во главе с Санта-Клаусом. Да. Мне кажется, Netflix обязан купить у нас права на экранизацию. И первая история, и вторая. Совершенно верно. Ну такие вот, получается, пироги. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу. Да, пара таких вот легких, получается, историй. Под конец не особо легкого, может быть, года. Мы уже традиционно, да, и к новогодним спецвыпускам и к праздничным активностям, и вот Маша, собственно, уже сказала это в самом начале, что мы говорим каждый раз, что зима, праздники, время не особенно-то безопасное, петарды, пьяные мужики, фейерверки, гололед, алкоголь, сверхмеры и так далее. Отсюда бытовуха самая разная, разборки за праздничным столом, ночевание в оливье, ну и так далее и тому подобное. Опасно? Не то слово. Говорить об этом, конечно же, надо. Предупрежден, значит, вооружен. Но вот сегодня мы с вами собрались вроде как, пошутили, повеселились, поугарали местами. Мария, ты довольна? Боже, ты меня спросил, довольна ли я, это так мило. Я каждый раз спрашиваю, довольна ты или нет. Ну ты сегодня как-то особо спросил. Ты довольна, короче, да? Ну в целом я жива. Жива, значит, довольна, да. Да, 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 я в целом, да, мне кажется, получилось забавно, а ты, а ты? Я тоже доволен. А вы, друзья, довольны? Крошки мои. Да, это самое главное, если мы вас удовлетворили, как можем. Можем. И давайте, что? Заканчивать давайте. Это была открытая запись подкаста дневники Лары Павловны. Зимняя, уютная, атмосферная, как кружечка горячего шоколада. Хочется пожелать вам баланса, здоровья, физического и ментального. Вообще здоровье это очень важно. Я переосмыслила здоровье. Тридцати двум годам. Теперь я понимаю, почему родственники мне всю жизнь его желали. Они кое-что знали о взрослой жизни. Хочется, чтобы вы не теряли себя, чтобы вы всегда находили что-то, что вас поддерживает, что дает вам ресурс. Помните, пожалуйста, что с вами все в порядке, даже если вы слушаете True Crime подкасты. Ну и по традиции, друзья дорогие, пусть в наступающем, а кто нас слушает, то уже и в наступившем, получается, 24-м году, да и во всех грядущих, пусть у вас все будет хорошо. Пусть все зло этого мира, самое все страшное, самое безобразное, бесчеловечное, отвратительное, пугающее, пусть оно минует вас стороной. И чтобы сталкивались вы с этим совсем исключительно в нашем подкасте. Который, еще раз напомним, называется «Дневники Лоры Павловны» и делает его прекрасная подкаст-студия «Терминвокс». Огромное спасибо всей команде, причастной к организации этой открытой записи. Да, все это огромное, трудное, но очень крутое по факту мероприятие вытянул на своих плечах потрясающий продюсер нашей студии Кирилл Крепайте. Спасибо им большое. Аплодисменты. Все, что мы здесь записали, вы услышите благодаря звукорежиссеру Оле Лапиной. А в божий скид это все приведет наитерпеливейший Тимофей Сулимов. Да. Отдельные благодарности к культурному центру ЗИЛ, где мы, собственно, и собрались все, и Андрею Эдисону за взаимодействие с площадкой. Этот выпуск нам помогала делать Полина Васичева. Большое спасибо ее за ресерч и всей команде «Терминвокс» наше бесконечное обожание. Руководительница студии Анни Мусатовой, коммерческому отделу, котиком Алине Поповой Марии Трапиной мы не успеваем сказать. Да. Мы вообще всем, всем, всем. Всех любим. Меня зовут Маша Погребняк. А мы ведущие этого подкаста. Да, имейте лебеди. Будьте осторожны и будьте счастливы. Следующий выпуск о преподавателе, о запутанных коридорах вуза и страшных находках в лесу, о критическом отсутствии улик и пропавших подозреваемых, о деле, которое было больше 20 лет назад и в котором правда вскрылась совсем недавно.